Можно сказать, обратный отсчет пошел. Всего через несколько часов около 200 миллионов зрителей прильнут к своим экранам во время трансляции финала конкурса Евровидения. Часть музыкантов, которые выступят сегодня, разогрелась на стокгольмской сцене уже вчера во втором полуфинале. Германию в этом году представляет 17-летняя школьница Джеймили Кривиц из Ганновера. Я очень-очень волнуюсь, ведь это будет мое первое выступление такого масштаба. Но я так рада, что очень скоро, наконец, все начнется. Дуэт Джо и Джейка тоже был бы рад получить 12 баллов, ведь представителям Великобритании вот уже почти 20 лет не удается обойти своих европейских соперников в этом музыкальном состязании. Это потрясающий момент. Начиная с февраля мы готовились к нему каждый день и ждем своего выступления, как еще никогда в жизни. Второй год подряд принимает участие в евроконкурсе и Австралия, хотя и не граничит ни с одной европейской страной. Но даже если представительница Австралии Дамеем победит, в следующем году конкурс пройдет в Европе. Лишь его соорганизатором выступит австралийское телевидение. Не обходится в этом году и без политики. Некоторые россияне считают провокацией композицию 1944-й в исполнении украинской певицы Джамалы. В песне рассказывается о депортации татар из Крыма во времена СССР. Представительница Украины также в числе фаворитов конкурса. Однако букмекеры прочат ей место за россиянином Сергеем Лазаревым. Поэтому Украина уже пригрозила. Если в следующем году конкурс будет проходить в России, в случае победы Сергея, Киев намерен бойкотировать Евровидение 2017. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok